Эта девушка заявляет на всю страну. На неё напал и жестоко избил директор Сергея Лазарева. Меня ударили в живот, потом были удары в лицо. Что скажет популярный певец в ответ на эти обвинения? Сергей Лазарев избил женщину. У меня волосы дыбом. Поднимал ли директор звезды руку на женщину? Или она всё это придумала, чтобы её не обвинили в воровстве? Потому что девушка присвоила себе гонорар. Я написала заявление, мне дали направление. Ангелина Вок – организатор гастролей многих звезд, в том числе и Сергея Лазарева. Она утверждает, что на концерте в Туле её жестоко избил директор певца. Меня избили в гримерке моего собственного концерта. Лошадь ли вита? Было пять ударов в лицо, один удар в живот. Сергей в это время стоял сбоку и улыбался. Сергей Лазарев с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. Якобы она пошла снова побои. Да, да, да. Никаких побоев, друзья мои, нет. И не зафиксированы. И в травмпункте в Тульском это подтвердили. Ангелина показывает синяки, которые не может спрятать даже под слоем косметики. И зачитывает медицинское заключение. Гематомы головы, лёгкие повреждения ткани лица, очень много других слов, которые я даже не могу разобрать. Лазарев говорит, что скандал разгорелся из-за гастролей в Туле. Выступление певца неожиданно перенесли с апреля на май. Так как график звезды расписан на полгода вперёд, Сергей сразу предупредил организаторов. Я, к сожалению, не могу на нём присутствовать, потому что у меня концерт в Москве стоит. Они всё равно оставили меня в афише. По словам Ангелины, она была посредником между артистом и организаторами. И ещё за месяц до концерта передала директору Лазарева предоплату за выступление. Он начал мне звонить и в 5 утра, и в 6 утра говорить, что я сейчас приеду к тебе домой, что мне нужны эти деньги. Сто процентную оплату я Михаилу отдала накануне. Михаил Дворецкий – директор артиста. Он всюду его сопровождает, но сам никогда не даёт интервью. Однако для нашей программы Михаил сделал исключение и рассказал о том, как всё было по телефону. Потому что она мошенничество, она украла деньги. Она выбрала очень хорошую позицию, что девочку ударил мужчина. Директор звезды утверждает, что Ангелина не отдавала ему гонорар для артиста. Больше того, до концерта в Туле он с ней вообще не был знаком. Я с этой демской не встречался. Ангелина говорит обратное. Они с Дворецким сотрудничают уже давно. И в доказательство показывает расписку, которую он дал ей за несколько месяцев до концерта в Туле. Это мой ежедневник, дата 17 марта. Сергей Лазарев своего директора поддерживает. Это Ангелина присвоила себе его гонорар. Дорогая моя, подумай, это же реальность, подумай, если ты забрала эти деньги, верни, лучше признайся в этом. Ангелина настаивает. Она заплатила директору Лазарева всё до копейки. 10 тысяч евро – конечная сумма договора. Присвоила себе и сказала, что она ему отдала. При этом никакой расписки у неё нет. Ангелина утверждает, именно из-за денег Михаил Дворецкий её избил. Она написала на него заявление в УВД по центральному району города Тулы. В область лица ударил кулаком гражданин Дворецкий Михаил один раз в область живота. Это неправда, и у меня волосы дыбом, потому что это на самом деле серьёзное заявление. Сергей Лазарев больше всего переживает не за гонорар, который он так и не получил, а за своё честное имя. Это принципиальный вопрос, для тебя это большие деньги или нет? Для меня принципиальный вопрос – моё имя. Это то, что оно сейчас запятанное, и то, что сейчас хается. Ангелина советует Лазареву разобраться со своим директором и выяснить, куда он дел почти 400 тысяч рублей. Верю в то, что Серёжа Лазарев просто ничего не знает, а Миша просто, ну, может быть, нужны деньги. Сергей Лазарев настроен решительно. Ангелина Вог – мошенница. Ты намереваешь что, подать в суд? Её прижучили, и ей грозит статья о мошенничестве в особо крупных размерах. Ангелина уверена – она невинная жертва, и директор артиста должен перед судом ответить за то, что её избил. Поскольку свидетель появился и написал показания, уголовное дело будет заведено, и будем разбираться. Но мои юристы уверены, что мы его выиграем.